Апоисий это уроженец Полтавщины, сын священника, который рано загорелся желанием быть монахом и потрудился в Киево-Братском монастыре в Киеве, в Лавре там побыл немножко, потом его длинными путями окольными Господь Бог привел в Молдавалахию, в Алашское княжество, где традиционно и в те времена, там близко Турки уже, там были множество монастырей, очень набожный и боголюбивый народ, это румыны, молдаване, они и сейчас очень монахолюбивые, и там сменивши несколько монастырей, он был на Афоне долгое время, там переписывал книги, всегда хотел научиться так молиться, как он где-то слышал, значит, это ему сказали, что есть такая умная молитва, что она совершается в человеке постоянно, что человек от имени Иисуса Христа просвещается духом и телом, что он с Христом соединяется, ну то, что Палама учил, Григорий Палама, и вот это паламитские вот эти вот учения, и сихазм, а было время такое, когда он жил, когда вообще никто об этом не знал, на Афоне он обошел весь Афон, искал, у кого бы научиться молитве, ему говорят, что ты хочешь, как бы читай псалтир, читай службы, ходи там молитву, что ты хочешь, и он находил эти старые книжки, переписывал их с одного языка на другой переводил, собрал добротолюбие вот этого, значит, то, что там многим известно, и был таким возродителем учения об этой умной молитве, которая является таким самым, может быть, сокровенным великим таким учением православного монашества, подлинный духовный путь настоящий, прилепление к Богу, вот, и у него там интересная история в том смысле, что в последнем монастыре, это Нямецкий монастырь в Румынии, у него этот монастырь действует, он там как раз те книжки переписывал, все, значит, у него было, значит, там 110 монахов, по-моему, да, или 200 с чем-то, там несколько субмонахов, там из маленького такого зерна выросло большое монашеское древо, монахи были 23 или 25 национальностей, можете себе представить, мы сейчас как бы живем в атмосфере вечной розни, все кому-то что-то имеют, там, не знаю, там, ну, армянцы, азербайджанцы, там, это спокон века, значит, там, русские, украинцы, русские, греки, там, эти, там, молдаване, там, теми, там, вечно какие-то люди как с цепи сорвались, что-то у всех какие-то претензии к друг другу есть, а вот у него в монастыре были, значит, и сербы, и албанцы, и македонцы, там, значит, и греки, и русские, и малороссы, там, и кого там только не было, 23 национальности, кажется, если я не ошибаюсь, и они все молились на разных языках, мы собирались вместе, там, слушали все духовного отца, исповедовали помыслы, занимались духовным трудом, и там такое святая, такая бедня была. И для нас это важно тем, что его ученики имели учеников, они тоже сотню с лишним построили монастырей по всему миру, и вот ученики его учеников, его духовные внуки, это оптинские старцы, то есть в оптину пустынь попало учение о молитве Иисусовой, о внимании к помыслам, об очищении сердца, о смирении духа глубоким перед Господом, все эти духовные вещи, чтобы не только снаружи быть монахом, носить на себе черное, как бы, и делать вид, что ты большой архимандрит, а чтобы иметь внутри монашескую душу, такую душу, умершую для греха, и душу такую свечную, со всегдашней молитвы, это монашеское, это настоящее. Вот это вот учение об этом, оно не везде было, и кое-где его вообще никогда не было. И вот оно через Паисия пришло к нам, эти оптинские старцы, они научились этому всему у учеников Паисия Величковского. Его, может быть, вы и не слышали, я не знаю, кто-то знает, не знает про него, но он не так давно прославлен в Лике Святых, там, пару десятилетий назад, лет 30, может, назад, примерно. Вот, ну, это такой один из людей, который распространил такой вот тайные струи истинного богословия по миру, по вселенной. Очень интересный, очень важный человек. В Молдавии его христиане знают многие, в Румынии знают, наверное, христиане его все. Наши тоже должны его знать. Лев Оптинский, Наголкин, первый оптинский старец, он был ученик учеников Паисия. Так что будете домой идти, читайте молитву Иисусову. Ее должны читать все христиане. Она самая короткая, самая удобная для того, чтобы вспомнить Господа. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Все, так по-гречески она читается. Кири Иису Христе, элейсен мя. Все, аминь. Наши читают обычно, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй мя грешного. Или Сыне Божий, помилуй мя грешного. Ну и добавляют еще по усердию, что кто хочет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородице ради помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, молитвами Архангела помилуй мя грешного. Как хочешь, там можно читать, но по-простому она читается в пять слов. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Надо иметь в себе любовь к Иисусу Христу, к молитве Иисусовой. Это нам помогает, это нас спасает. Это наша работа тоже, в смысле, мирян. Мы с вами не монахи, даже не тапочки монашеские мы с вами, но нам тоже нужно молиться именем Иисуса Христа, сильнее которого нет оружия на небе и на земле. Аминь и Богу славу.